За домом номер 110 по улице Суворова сотрудники местного ЖЭСа свое наблюдение установили давно. Уже не раз одна из его жительниц Антонина Дмитриевна попадала в так называемые черные списки, списки должников. И если с денег, полученных от работы в котельном хозяйстве, женщина кое-как оплачивала жировку и выплачивала алименты на дочь, прав на которые она лишилась еще в 2004 году, то долг за коммерческое жилье с каждым месяцем становился все больше. Коммунальные услуги оплачивают с трудом, каждый месяц мы с ней плотно работаем, но случилось так, что перестало платить государству за коммерческое жилье. Сама сумма растет, большая уже сумма накопилась, и ей просто не продлили очередной договор на коммерческое жилье. В прошлом году ей дали, на год все, а сейчас с решением исполкома не продлили. С самого утра сотрудники местного ЖЭСа начали работу по очистке жилого помещения. Для того, чтобы вывести все, что, как говорилось в известном фильме, было нажито непосильным трудом, понадобился целый грузовик. К слову, такой печальный сценарий для сравнительно небольшого района, микрорайона Ковалева, не единичный. Возможно, скоро в этой ситуации могут оказаться еще четыре местных жителя. Это одна из немногих наших задолжников, которая вот случилась так, что ее первую выселяют. Я думаю, что это не последний случай, потому что есть такое еще, там 27 миллионов вообще задолженностей, поэтому на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что мы с судебными предстами будем сейчас часто встречаться работать вместе. Ситуация Антонины Дмитриевны, переход служебной квартиры ее покойного супруга в категорию коммерческой, произошла в рамках указа президента номер 563. На основании решений местных исполнительных и распорядительных органов с нанимателями заключались договоры найма. Однако среди них есть отдельная категория граждан, которая до 1 июля 2016 года имеет право приватизировать свои квадраты. К слову, в Бресте на 1 января текущего года осталось только около 5% неприватизированного жилья. По информации на 1 января 2016 года у нас в городе Бресте около 3000 неприватизированных квартир, которые подлежат приватизации. Мы ведем и прием граждан. Фактически весь коллектив нашего отдела занят и задействован в приеме граждан. Если желание приватизировать свое жилье у вас все же есть, сотрудники регистрирующих органов советуют не затягивать с подачи документов. Срок окончания процедуры приватизации 1 июля 2016 года. Это значит, что до 30 июня сего года все правильно оформленные документы будут приниматься согласно списку регистраций и очереди.